Да пиздец, блядь. Самое главное, что все впереди. Самое интересное. Что-нибудь какие-нибудь? Мы, чемпионы. Небольшие итоги первого круга какие-нибудь подведешь. Вкратце. Проиграли U2 и надо настраиваться уже на следующий круг. U2 проиграли в первом туре, блядь. Часик. Алло. Да, хочешь поучаствовать? Кто там? Так какие итоги первого круга? Что можешь сказать? Ну, последние шутки уже обидно проиграли. Погромче. Я говорю всем привет, уважаемые телезрители. Очень обидно в последнюю игру. Я считаю, что мы потеряли два очка, не набрали одно. Прекрасный штамп. Прекрасный штамп. Ты не новичок в интервью. Здрасте, ё-моё. Ой, ну понятно. Остаёмся в Хадсене. Остаёмся. 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 Мы в Хадсене поедем сегодня, нет? Конечно, поедем. Во сколько? Вот это главный итог первого круга. Поэтому мы зорки, блядь. Всё, спасибо. Спасибо. Ну а ты чё скажешь? Чё ещё? Ну по игре всё нормально было, блядь. Доволен первым кругом? Давай в пизду Харьков, блядь. Ну и вон нахуй. Ну конечно, доволен. Со своим этим предводителем, блядь. Первым кругом доволен. Игру показывает команда? И на самом деле, я вчера анализировал, мы уже с начала года, вспомните, вообще почти ничего не проигрывали. И конец того чемпионата прекрасный был. Перетекли плавно, в хорошем смысле слова, перетекли. Во второй, во второй половину года начали новый сезон и всё здорово. Превозошли свои собственные ожидания. Но самое главное, что теперь надо не сбавлять, а только добавлять больше. Выигрывать, добивать этих пидоров всех. За счёт чего, как ты думаешь, немножко мы-то стали, мягко говоря, лучше играть? Потому что, честно говоря, по итогам того года, блядь, такие ожидания-то были насчёт восьмёрки даже немножко оптимистичны. А тут-то вообще, оказывается, там в первой тройке пока находимся. Ну, мы на первом месте, я бы так сказал, находимся. Ну да. Чё уж первая тройка. Ну, я не мешаю в поле и всё нормально. Ты когда выздоровел? Занимаюсь, занимаюсь. Золотой гол в ворота Харькова обещаю. Очень хочется на поле. Очень хочется на поле. Ну, мы тебя очень ждём. Я к вам очень спешу. Красавчик вообще. Нормальный у нас интервью. Вот это флэш интервью на уровне. Любовь, романтика и зорки. Это мы. Слушай, ну а скажи по первому кругу самые лучшие и самые худшие матчи. Вспомнишь так? На вскидку. Слушай, ну самый худший, очевидно, первый эктур против U2. Ну, тогда не собрано было. Потому что там, конечно, массу не забили. Но, на самом деле, в принципе, и тогда мы по игре были лучше соперника. По сути. Ну, наверное, больше там не запомнились игры с Адуванчиком и с М10. Когда в концовке добивали героических волевых побед. Ну и сейчас тоже сравняли на последних минутах. Ну да. Самое главное, реально, в первом круге, большое количество очков вырвали в конце. И прям характер такой, характер. Бойцовский. Пиздец вообще. Эмоции зашкаливают. Хочется прям бежать и бить кого-нибудь в щи и помогать. Ха-ха-ха. Вот. Вот. А, знаешь, еще вопросик такой. Эээ... Вот перед чемпионатом были озвучены там руководством, а-ля администрацией клуба. Некие цели. Что-то поменялось по итогам первого круга? Не знаю. Какие-то изменения? Потому что, видимо, восьмерки, наверное, будет. Итоги первого круга будем подводить и озвучивать. Задачи, которые, я уверен, будут пересмотрены на нашем прекрасном мероприятии. В ближайшую неделю-две, когда соберем все вместе. Но очевидно, что команда способна на большее. И, как говорится, плохо тот солдат, который не мечтает быть генералом. Согласен. Пока получается делать. И что, мы молодцы. Кого нам бояться в этой лиге? Мы всех увидели. И никому не уступаем. Самый сильный соперник, как ты думаешь, наш? Ютур. Тут даже что думать? Даже думать не что-то. Вопрос бессмысленный достаточно. Поэтому в следующий матч надо всем подходить. Будет какой-нибудь перерыв? Не знаю. Я не знаю. Это дисквалифицирован, нет? Нет. Почему? У меня вторая команда. Вот, может быть, шанс для Елизарова в следующем матче. Потому что места не осталось ни у кого. Я пришел посмотреть с вами футбол. Сложный будет матч с Ютубом, потому что у нас не будет двух ключевых игроков обороны. У ИЗа бескалифицирован. У ИЗа по четвертую. У ИЗа по четвертую. И Беляев красный. Да. Но я все поставил по-честному сегодня. Ну правильно. Мы играем по Чесноку. Мы играем по Fireplay. Нам не надо вот эти вот подачи. Абсолютно. Пару слов по дублю, может, еще скажешь. Дубль отчасти решает свои задачи. Да. Там вообще какая-то задача стоит. Кроме того, что понятно, побеждать в каждой игре. Но это везде. Но какая-нибудь объективная такая задача есть? Вот цель у ребят? Ну, у нас просто такое количество самодостаточных, сильных личностей, игроков и профессионалов, что одной команды для нас мало. Поэтому основная задача дубля сейчас, это чтобы каждый нашел себя в игре в футбол. А в идеале наш дубль, конечно, станет проводником и поставщиком игроков для основного состава. Но это наш следующий шаг. Не все сразу. Вспомню, где мы были еще там года два назад. А сейчас уже дубль, тренировки, спонсор, первое место. Так что дубль тоже подтянется общими усилиями. Ну и тем более, что GFK обыграли. А завтра, кстати, играем с мужиками с завода какого-то МТЗ, что-то там строймаш. Которые в прошлом туре сыграли в ничью с GFK. Да ладно. Поэтому у нас все шансы набрать три очка. Гриша, может, как-нибудь отметишь. Там он что-то, по-моему, феерит в последнее время. Да что-то там никто не феерит. Ну, у Гриши, конечно, бомбардировано больше чем пять мячей за первый круг, конечно, можно было забить в третьей лиге. Вот. Ну что... Ну там большая ротация, тоже надо смотреть на это. Поэтому дубль дублем мы все вместе зоркий. Слушай, а знаешь, еще вот вопрос. Вокруг Харькова такой некий, отчасти черный даже пиар. В основном там они дико пиарятся везде на форумах. Там, не знаю, у них бешеная какая-то группа ВКонтакте. Там присутствует, там, пятьсот, сто пятьсот человек. Про них все знают, про них все говорят. Этого Анатолия там обсуждают везде и во всем... Абсолютно везде. А Зоркий команда, о которой мало кто, в принципе, знает, потому что мы не светим. Что такое? Даже Зоркий это... Как говорит Чиликин, Зоркий это бренд. Про Зоркий все знают, да. И это команда легенды. Но мы нигде вот в этих обсуждениях не участвуем. А к чему это? Ну смотри, во-первых, первый комментарий по поводу Харькова. Кто везде и кто все. Просто проблема в том, что все пространство ЛФЛ ограничивается одним человеком. Это Чиликин, который. А вот тут у него появился собеседник с языком тоже без костей. Поэтому они друг друга удовлетворяют всячески в информационном пространстве. Таких самодостаточный опыт, да? Да. Ну, они как раз нет, понимаешь? А, им нужен, нужен, да? А вот мы, это был мой следующий комментарий, как раз таки самодостаточный. Ну да, извини. Это прекрасный коллектив, надежные друзья. И в этом наше главное отличие, в принципе, не только от обозначенных персонажей, но и от большинства коллективов. Первый, второй, третий, может и уж скорее всего высшей лиги. Поэтому в этом мы, в первую очередь, сильны. И что нам? Зачем нам эти дешевые медийные игры? Их хватает и так. Последний... О, хороший. Мяч и мячишку поменяли. Последний вопрос. В вышку хочется? Конечно. Объективно по силам, как ты думаешь? Конечно по силам. Спасибо. Будем. Поздоравливай. Давай, спасибо. Пенальти? Вот почему не он судил сегодня, а? Ну е-мое. Спасибо. Спасибо. Спасибо.